Здравия желаю, дорогие друзья! Неделю назад страна отметила День России. Многие пожилые люди получили от правительства, от власти продуктовые наборы. Вот, старики, макароны, крупа, банка с непонятным обозначением, даже лимон положили. Радуйтесь, отмечайте. Есть, правда, проблемы. Проблемы. Быстро выяснилось, что крупа, подаренная крупа, понимаете, подарок, но дареному-то коню в зубы не смотрят. А в конце концов, можно даже порадоваться. Если вы в крупе нашли вот таких здоровенных жирнющих личинок, так это же неплохо. Какие проблемы-то? Считайте, белка побольше съедите. Белок, это полезно, это, ну, как бы, надо есть белка больше. А лимон оказался с огроменной плесенью, которая покрывает половину этого фруктика. Вот сейчас дама его перевернет, и будет видно, какого он цвета. Ой, какой-то он не такой. Ну, и ладно. При этом нам постоянно рассказывают про страшный продовольственный кризис в Европе. Вот, например, вы посмотрите, ужас какой, немецкая сеть супермаркетов Реве, ограничения на закупку критически важных продуктов, таких как макароны и мука, вступают в силу из-за проблем с цепочкой поставок. Макароны нельзя купить больше определенного числа пачек в одни руки. Муку нельзя купить больше определенного числа килограмм в одни руки. Мы будем, наверное, больше думать о немцах, а то, что сами будем есть непонятно чего, так это нам без разницы. Что за вывих сознания? Пусть немцы сами разбираются со своими проблемами. Давайте мы будем обсуждать, что у нас в стране происходит. Кто будет нести ответственность, что нашим старикам в качестве подарка от имени властей страны дарятся, не хочется выражаться, но дарятся непригодные к употреблению продукты. Какое количество запасов у нас на складах подлежит употреблению, а какое, надо признать, подлежащей утилизации. А госрезерв на случай каких-то конфликтов, у нас же есть склады, гражданская оборона, чрезвычайные ситуации, там продуктов питания хватает? Или в случае чего выяснится, что мы пусты? Вот, например, у нас событие недели. Макдональдс наконец-то заменили на российский аналог. Сеть назвали «вкусно» и «точка». Сразу же пошли интересные разговоры. Успешность Макдональдса была не только в качестве и скорости обслуживания, хотя именно это качественная характеристика успешности продаж, которую будет крайне сложно удержать. Но главное, Макдональдс – это бренд мечты, свободы и выбора. М – мобильности. «Вкусная точка» – это абсолютное непонимание самого мифа. Там про идею, у нас про пожрать и остановиться. Ну, вообще-то, кушать на ходу – это вредно. Ничего против я особо вот этого не имею. Но будут меньше покупать бургеров. Ну и слава богу. Другое дело, что сам факт, что российские менеджеры, они же не думают про пользу. Они думают про бабки, про бизнес. И у них уже сейчас, понятно, не получится повторить успехи Макдональдса. Новое руководство бывшего Макдональдса уже говорит, что у них проблемы с логистикой, сложностями с упаковкой. Ну надо же! Они не успели нормально взяться за дело, уже открылись, и уже говорят, ой, вы знаете, у нас такие вот проблемочки-проблемочки. Там еще проблемы с менеджированием скоро возникнут, и с набором персонала. То есть это не восстановление работы, а буквально собирание нового бизнеса на руинах Макдональдса. И это уже никакой не Макдональдс. Все ждут возврата. То есть зачем вкладывать душу, силы, нервы в бизнес, который в любой момент у тебя отберут назад? Это ожидание возврата Макдональдса становится откровенно неприличным. На экране одно, а в душе другое. Вот и новый владелец, пришедший на руины Мака, говорит, что Макдональдс вернется в ближайшие 15 лет. Этот срок закреплен и юридически, и понятийно. Да, скорее всего, уже года через полтора вернутся. «Я в категоричной форме сказал, что если вы выберете меня, то я настаиваю на том, чтобы при возвращении бренда Макдональдс в Россию мне было отдано предпочтение на владельца мастер франшизы», заявил Говор. «Но проблема у владельца пока одна. Выжить хотя бы в первый год, что, как показал первый день, не так и легко будет». Так что нам обещали, что Макдональдс пошел вон, мы сейчас легко его заменим. Ой, надо же, не получилось. А где вот эти все менеджеры, которые ездили учиться на Запад, в Европу, в Америку, перенимали самый передовой опыт бизнесовый, учились в международных бизнес-школах. Ну и где это? Простите, Макдональдс, это даже российская часть Макдональдса, это большой бизнес. Это прям корпорация. То есть это достаточно большая, масштабная, серьезная структура, чтобы позволить себе специалиста, менеджера на хорошую зарплату мирового уровня. На хорошие условия. То есть это классная работа. Они могут нанять лучших. Но эти лучшие, оказывается, не справляются. Те, кто что-то реально умеет, из страны свалили. А своих у нас нету. Потому что быть сыном или дочерью чиновника, это еще не делает тебя талантливым и умелым специалистом. Темник пишет. Судя по возвращению в федеральную повестку проблемы незарегистрированных биоактивных добавок, судебная блокировка iHerb за продажу опасных препаратов проблему не решила. У него нашлись последователи и подражатели. Это ровно то же самое, о чем я говорил. Дорогие друзья, вот у меня есть проблемы со здоровьем. Кто меня постоянно смотрит, вы об этом знаете. У меня проблемы со щитовидкой, некоторые другие. У моей семьи, у родственников тоже есть разного рода проблемы. Я пользовался долгое время биоактивными добавками с iHerb. И когда говорили о том, что его надо заблокировать, у меня был только один вопрос. Ребят, вы зайдите в любую аптеку. Там есть огромное... Вот многое из того, что я покупаю, в соседней аптеке тоже есть. В полтора, два, три раза дороже. Значит, вы хотите запретить работать целому сайту iHerb. Вы не говорите, запретим поставлять в Россию конкретные препараты. Этого можно было добиться, это можно было организовать. Сайт работает, но определенные разделы не показываются, не отображаются. Это можно было сделать? Нет. Захотели угробить весь сайт. При этом те же товары есть в аптеках. То есть это был конкретный лоббизм интересов наших российских фармацевтических гигантов, российских аптечных сетей. Ну и чего? Вот вы заблокировали iHerb. Мало того, что в аптеках это продается, в три дрога, так еще и интернет-магазины теперь этим очень активно промышляют. Сравнимые объемы опасной продукции нашли и на других сайтах, включая крупные маркетплейсы. Недобросовестные продавцы не обращают внимания на необходимость соблюдения правил госрегистрации биодобавок, продают препараты с завышенным содержанием действующих веществ или вообще с запрещенными ВРФ-компонентами. Только на Wildberries обнаружили 700 БАДов, которые могут нанести вред здоровью. Вы меня простите, конечно, вот это вот прозавышенное содержание действующих веществ. Что, серьезно? Если человек покупает пачку снотворного, что ему помешает принять не одну таблетку по инструкции, а две-три, а в случае депрессивного состояния выпить всю банку в надежде на легкий суицид? Это же регулярно происходит. Концентрация действующих веществ пусть человек сам решает, когда он покупает препарат, как именно его использовать и поскольку. Может, ему как раз такая концентрация и нужна. Чего говорить, только воздух сотрясать? Это ж придурки клинические. Возвращение в информационное поле темы с очищением рынка БАДов от опасной продукции может говорить о скорых регуляторных изменениях, которые притормозили с началом специальной военной операции. К чему это все приведет, дорогие друзья? Все очень просто. Идет передел рынок, биоактивных добавок и лекарств, чтобы никто не могли продавать, только правильные люди. Это огромные бабки. У нас скоро, у нас готовится, я уверен, следующая волна пандемии. Скорее всего, уже в конце сентября, октябре-ноябре, скорее всего, к середине осени нас ждут уже определенные такие вот масштабные события. Поэтому готовьтесь, настраивайтесь. Естественно, фармацевтическая мафия очень сильна. Она закроет и Яндекс.Маркет, раздел биодобавок, закроет Вайлдбери, закроет Озон, появится специальный какой-то сайт. Вот хотите покупать, покупайте у нас, нам платите деньги. Я вообще не удивлюсь, если к этому все и придет. Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации. То есть у нас сейчас вроде бы суверенитет. Мы хотим быть независимы, все решать сами. Вот, пожалуйста, хроника за последнее время. 7 апреля. Выход России из Всемирной торговой организации не обсуждается, заявил Мантуров, министр промышленности и торговли. То есть, казалось бы, для нас это важно, жизненно важно, для поддержки отечественного производителя. Мы выходим из ВТО, отказываемся от кабальных условий и соглашений, начинаем действовать в своих интересах. Нет, министр Мантуров говорит, мы останемся в ВТО. 21 мая Минэкономики поддержала, России нельзя выходить из ВТО. Ну как же? ВТО нам очень нужно. Мы как бы каждый год теряем пространство для роста. Мы не можем поддерживать собственных производителей. Ну нет, нам нужно остаться в ВТО. Это прям необходимо. ВТО оказывается важным инструментом поддержки российского экспорта, тем более в условиях западных санкций. И как нам ВТО помогло, как поддержало? Да никак. Если Россия выйдет из ВТО, то она потеряет все свои права как член организации. А много у нас прав? Что у нас осталось-то? Третья причина. Россия будет изолирована от правил глобальной торговли, если выйдет из ВТО. Россия может заставить ВТО и при этом вводить ответные меры на западные санкции. Вообще-то западные санкции это нарушение правил ВТО. И как нас это ВТО защищает? Санкции это нарушение правил ВТО. Все, что сейчас происходит незаконно. ВТО обязаны отменить санкции или выкинуть американцев из своей организации. Но они же так не поступают. Все еще дорешено. Еще не все дорешено. Кому окажется на руку выход России из ВТО статья 9 июня. То есть это враги народа какие-то шпионы призывают выйти из ВТО. предатели правительства РФ получил на рассмотрение проект обновленной стратегии действия России во всемире торговой организации. Как следует из документов разработанного Минэкономразвития России целесообразно оставаться в этой организации использовать весь набор ее инструментов по защите торговых интересов. Ну и самое свеженькое последнее 12 июня Глава делегации РФ на форуме ВТО Россия не уйдет с мирового рынка продовольствия. Владимир Ильичев заявил, что Россия не собирается закрываться от мира и разрывать традиционные связи. Ну то есть когда российскому олигарху выгодно переделать рынок биодобавок под себя мы запрещаем всех конкурентов нарушаем все мыслимые и немыслимые правила зато правильные зарабатывают. Когда металлургам выгодно чтобы Россия оставалась в ВТО ну и пусть экономика сельское хозяйство дохнет умирает на корню ничего страшного зато Лисин Абрамович Мордашов и все остальные наши граждане металлурги зарабатывают бешеные бабки похлопаем же им молодцы какие в чьих интересах они действуют у наших бабушек кушать нечего им даже в честь праздника великого день России дарят плесневый апельсин и крупу с червяками а наш гражданин Ильичев говорит мы не уйдем с мирового рынка продовольствия мы весь мир накормим может быть вы сначала россиян накормите дорогие друзья информация туго распространяется youtube нас глушит наш резервный канал не аудио статьи с коронавирусной тематикой был заблокирован прошу у вас поддержки ставьте лайки пишите комментарии делайте репосты вместе мы сила вместе давайте прорвем информационную блокаду и победим те океаны лжи которые льются со всех сторон до новых встреч пока пока